Юные саровские спортсмены точно знают, чтобы победить в футбольной схватке с сильным соперником, надо забивать первым. После этого эмоции часто берут верх над игроками догоняющей команды, и они начинают допускать ошибки. Ребятам из команды Дюшикар 2003-2004 удалось первыми реализовать гол, а дальше надо просто выполнять установки тренера. Максимально больше контроля мяча, побольше пробить воротом, то есть увеличить реализацию и выиграть с этой командой. Соперник нашим мальчишкам достался серьезный. Богородский «Спартак» считается одним из лидеров областного турнира. Первую встречу на выезде юные футболисты «Сарова» проиграли 1-2. В домашнем матче настроены, конечно, на победу, но и сильные стороны «Спартаковцев» помнят на зубок. Ребята довольно рослые, много игроков 2003-го года, у нас больше 2004-го года, поэтому у них игра, конечно, более слаженно идет, но я думаю, что мы добавили за месяц и думаем, что сегодня мы их выиграем. В Богородске сильные футбольные традиции. Мужская сборная всегда в тройке лидеров областного чемпионата. Этот же подход стараются использовать и юные спортсмены, но при этом, по словам тренера детской команды Александра Батурина, никакого секрета победы у ребят не существует. Успеха достигают те, кто упорно занимается на тренировках и не стесняется пробовать при подготовке что-то новое. Ведем в ногу со временем, какие-то современные технологии или тактические концепции мы исследуем. Куда движется футбол, нельзя же просто так играть, как раньше 4-4-2, дубль в это. Современные технологии – это правильно и нужно, но, как заявляют игроки обеих команд, главное помнить, честь какого клуба или города ты представляешь на футбольной площадке. А профессионалы им вторят – выигрываешь тогда, когда знаешь, за что сражаешься. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.